Кто со мной пойдет? Нас возьми, кибальчиш! И я хочу! Кибальчиш! У советских школьников было очень много дел. С одного конца не закаляют. А с другого? Закаляют. Скучать некогда, если вокруг такая интересная, такая прекрасная и такая большая жизнь. Только не спрашивайте меня, пожалуйста, ни о чем. Я тороплюсь. Советское кино о детях и для детей. Смотрите «Все семью» в воскресенье, после обеда. На канале «Красная Линя». В эфире передачи «Детские сеансы». Я ведущий Юрий Мельтанян. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас в гостях мой соведущий, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Саша, здравствуйте. Рад вас видеть. Ну, что вам сказать за Магадан? Начну я так, издалека. Но, если честно, очень страшно. Становится неуютно в нашей стране, в любимой, потому что читаешь некоторые высказания очень известных людей, понимаешь, что что-то не так в королевстве датском происходит. Вот, например, большинство в России знает этого очень эрудированного человека, профессора из целого МГИМО, элитного вуза России. Да, не какой-то МГУ. Да, Юрия Вяземского, который, мало того, что он профессор целого МГИМО, так он еще ведущий передачи «Умники и умницы» на Первом канале. Он высказался в защиту одной очень крутой блогерши, это интервью можно почитать на Ютьюбе, посмотреть, которое очень богато, очень. У нее огромное количество подписчиков. Ну, она, например, ни хрена ничего не знает, от слова совсем. Ни историю, ни литературу. Ну, там у нее был такой перл, она давала Ксении Собчак интервью, где сказала, что отцов и детей написал Лев Толстой. А кто? Ну, хорошо, что не сказала Диккенс или Пушкин. Уже есть зачатки. Ну, вот я цитирую то, что сказал целый профессор из целого МГИМО. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем такое дикое количество людей хочет получить высшее образование. Я считаю, что с этим надо заканчивать и прекращать получать высшее образование. Ведь нет ничего плохого в том, чтобы не знать, в каком веке жил Петр Первый, и пойти, например, в сварщики. Это вот такая у него была цитата в защиту блогерши. Почтенный профессор попытался извинить вот этого кумира молодежи совершенно вот этим диким образом, потом понес, ну, просто совершеннейшую дичь. Таких дураков, как в России, этот цитата, я думаю, мало где можно найти. И не даром Иван Дурак, который потом становится царевичем, это герой русских сказок. То есть, целый профессор, целого МГИМО не знает о том, что аналогичных сказок с такими же персонажами огромное количество есть у всех европейских народов. Например, Ханс Дум, это Ханс Дурак, это немецкая сказка. В итальянской Пьетро Пацца, Пьетро Дурак. Испаноязычное Хуан Эступидо, Хуан, тоже не очень, не повезло. Потом у славянских, польский, глупый Ясё, Гонза, хлупый тоже у чехов, Япония, Корея. Но там очень сложно переводить, поэтому пускай нам зрители поверят на слово, что и в Японии, и в Китае, и в Корее, и в любой, там, на Филиппинах. И в Австралии есть свои, как говорится, идиоты. И словом, дурак, как уже наш замечательный гость говорил в одной из давних передач, это не называлось умственные способности, никак не характеризовали этого персонажа. А это чистота души, в том, что все там занимались рвачством, спекуляцией, там, урвать, украсть. А он был чистый и честный человек. Ну, в общем, получается, что данный целый профессор и целый МГИМО, все-таки он-то не освоил стезю, например, разнорабочего или там, ресторанного официанта. Но потому, что по весьма удачной схеме советского времени поступил в целый МГИМО. И уже умные и заботливые советские преподаватели сделали так, чтобы он покинул Альма-Матер дипломированным специалистом. Поэтому, Саша, у нас идет коллективный страх, и вам придется его развеять. Во-первых, почему, правда, во многих сказках мира есть такой персонаж? Хуан Эступидо, дурак Иван, глупый Ясё и так далее. И почему идет такой курс на оглупление, как предотвратить среди профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений? Начнем с первого. Ну, наверное, имеет смысл повториться. Речь идет о чем? О том, что всегда в рамках так или иначе государственности присутствует двойная бухгалтерия. Об этом написал еще Аристотель много-много тысяч лет назад. О том, что сама по себе система государственности, сама по себе система социальных институтов и так далее, они направлены на формирование такой идеи двойной бухгалтерии. И, собственно, все силовые структуры государства предполагают выполнение ровно одной цели – карательной. То есть, формируется площадка, внутри которой люди вынуждены нарушать так или иначе закон или чему-то не соответствовать. И тогда карательная система включается, штрафуют их, каким-то образом сажают в тюрьму, ссылку отправляют в Швейцарию, как когда-то было, когда в Шушенском все закончилось, поехали в Швейцарию. И так далее, и так далее. Поэтому под понятием «дурак» скрывается такой довольно глубокий смысл, что это человек, который воспитан, справедлив, честен, чист перед собой, перед своей совестью и так далее. И ему социум говорит, ну, ты дурак. И вы знаете, Юж, что мне кажется, по поводу этого профессора, я позволю себе небольшую ремарку. Пожалуйста, пожалуйста. Да-да, вот когда Иван-дурак вдруг становится царевичем, я бы у него уточнил, на кого он намекает. А, вот так даже. Ну, а чего? Это кто это? Был-был дурак, а потом раз и стал царевичем. Ну, это в сказке. Это в сказке. А вот сказка «Быль», да, как нас... По счетчему велению. Да, например. Или как сказки для детей изрядного возраста, гениального Салцикова-Седрина. Согласен. Поэтому здесь бы я вот усмотрел такой вот намек. Это вот на кого это? Да, ну, как говорил классик, не надо рыть яму соседу, можно воспользоваться той, которую он вырыл для тебя. И вот этот уважаемый господин профессор, вот он вырыл эту яму, мы его туда пригласим. На кого он намекает? Так, хорошо. Далее. Ну, если нам умные не нужны, то, может быть, тогда и, как говорил второй классик, главное начать. Может быть, нам тогда с МГИМа и начать. То есть, закрыть. Или с МГИМы, как уж там ему будет больше нравиться. Да, ну, а почему нет? А зачем нам эти дипломаты и все остальное? Пусть у нас будут сварщики. Везде? Да. Кстати, очень неплохая идея. Ну, потому что... Сварщиков-то у нас, правда, не хватает. Да, а МГИМОшников... МГИМОшников, да. Отсюда до завтра. Поэтому вот второй тезис. Давайте мы вот... Почему нет? Давайте с него и начнем. И тогда получается что? Опять же, про ту самую яму. И вот здесь у меня возникает такое большое-большое сомнение. Предположить, что человек из ректората или из деканата, педагог, который должен сеять что-то вечное, светлое, на мой взгляд, еще и мудрое, на самом деле становится заложником своих собственных идей. То есть, для меня, как для специалиста, как для психотерапевта, это означает что? Что человек не очень понимает вообще, в принципе, что он говорит. Сейчас или в институте? Ну, в интервью. Да, да. Ну, то есть, меня учили как, ориентируясь на древних, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Это безусловно. И здесь вот мы отталкиваемся от изложения. И вот тогда про что? Тогда как? Тогда он сам-то каким образом? Ну, он целый профессор. Я понимаю. Целый МГИМО. Совершенно верно. И вот у раз МГИМО закрывается теперь. И тогда он что, профессор... Сварщики. Да. Пойдет профессорствовать в сварщики? Или как? Ну, может быть, у него будет время почитать немецкие сказки. Не знаю. Не знаю. Чешские. Потому что, если он так вот дружно, как прям Иван, не помнящий своего родства, обличает целый народ, ничтоже сумняшися, да, не вникая в детали, что на самом деле это такой планетарный какой-то механизм, о котором, вероятно, он не знает и не понимает, но тогда следует что сделать? Посожалеть о том, что есть студенты у этого профессора, которому что он рассказывает? Про то, что они Иваны дураки? Наоборот. Понимаете? Они-то элита, а вокруг. А вокруг как? И тогда зачем нам столько элит? Не знаю. И я. Первым, это сразу приходит на ум, что это, во-первых, некомпетентно. Однозначно. Я, например, не строю мосты, потому что не умею. Как можно говорить о том, что в чем ты не разбираешься? Да. Во-вторых, критика самого себя. В-третьих, повторюсь, намеки прям какие-то очень сомнительные. Очень сомнительные. Сомнительные. И, наконец, что же тогда нам делать с МГИМой? Закрыть. Ну, вероятно. Саша, объясните. Смотрите. Вы сказали о том, что с времен Аристотеля, людей, которые были чисты помыслами, их называли дураками. Ну, условно дураками. Они были... Социальными. То есть, получается, что мы с вами вот так вот вспоминаем старое, как обычно нас всегда ругают, что мы любим советское, хвалим. А оказывается, что нынешнее время, оно ничем не отличается. Что сейчас любого этого человека, вот возьми, который не рвач, не хапуга, понятие невинности или искренности. То есть, получается, мы с вами... Ну, получается, что так. Не аллю. И здесь я бы, наверное, еще такой небольшой аккорд обозначил. Вот почему уважаемый профессор из уважаемого вуза вдруг так специфически вступается... За неграмотную блогершу. Но у нее там куча подписчиков, миллионы. О, а у него? Не знаю. Вероятно, не столько. Ну, я практически убежден, что даже если он попросит все три курса или шесть курсов, включая выпускников, подписаться на него, например, вряд ли это будет 15 миллионов. Или даже хотя бы 13, или хотя бы даже 10. То есть, это такой хороший прицел. Да, и тогда я, например, вынужден думать о том, что это такая попытка таким вот, да, прицепом, с таким прицелом прихватить там, ну, не знает девушка, кто написал, герой нашего времени. Ну, наверное, это не страшно, зато... Отсоедеть. Пусть будут отсоедеть. Разница не очень велика для нее. То есть, у него, получается, в попытках обелить эту, ну, бедную девушку, точнее, она не бедная, наоборот. Защитить. Защитить, да. Вот, это получается двойное дно. По крайней мере, в этой защите точно. То есть, он ее позиционирует как пример для подражания. И в этом примере для подражания главный тезис. Это не надо быть умным. Надо быть богатым. Ну, или сварщиком тогда. Богатым сварщиком. Вариантов немного, да. С 27 миллионами подписчиков. Например, да. Поэтому, ну, журналисты регулярно устраивают такие специфические розыгрыши, да. У нас у всех в памяти разговор с женами футболистов некоторых, да. И победительниц различных конкурсов красоты и эрудиции, как мы выяснили. Александр Михайлович, это жены футболистов. Футболистам, может быть, и правда, не надо знать, в каком веке родился Петр Первый. У них это, как в одной из книжек, рукомашиство-драгоножество. Это целый спор, да. Но вот меня поражает то, что, да, журналисты, бывает, устраивают такие розыгрыши, когда берут интервью у выпускника с красным дипломом одного из вузов, юриста. И когда его спрашивают, какой основной закон Российской Федерации, а он... И привет. Вот это меня больше пугает, чем жены футболистов или моделей. Ну, вы знаете, я здесь большой беды в конкретном случае не вижу, потому что, ну, юрист он юрист, бухгалтер он и бухгалтер. Может быть, Вяземский имел в виду, что слишком много тех юристов, которые потом едут на рынок торговать, ну, потому что... Сварщиками, возможно, становится. Сварщиками нет, 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 это надо учиться. Это нужен навык, да. Так вот за здорово живешь, не прорвешься туда, а на рынок, да. Саш, ну, это же страшно. Мы живем, как у Конфуция, там есть два варианта. Литературный звучит так, что никому не пожелаешь жить в эпоху перемен. Да. Вот. А безмерно мной уважаемый господин Виногородский, который прям вот, он абсолютный специалист в этой технике, он перевел эту тему, как в эпоху перемен лучше быть собакой. Как-то вот... Лучше быть собакой. Да. Ну, потому что, наверное, вся проблематика будет как-то проскакивать мимо. А смутное время, в которое Русь загнали несколько столетий, а уже, наверное, пару тысячелетий-то к ряду, вот мы из этого смутного времени как выбраться не можем. Благодаря вот таким блогеркам. И профессор Кам. Да. И профессор Кам. Саш, ну, все равно, ну, что-то надо на чем-то позитивном закончить. Вы уж что-то нашим телезрителям. Скажите хорошее. Да. Зато есть детский сеанс. Ну, это радует. Понимаете? И я считаю, что самый позитивный момент именно это. И у нас и по структуре-то так, мы что-то там обсуждаем, мы вспоминаем Советский Союз. Нас обзывают завистники. Да. Да. Приписывая нам разные состояния, о которых мы можем только мечтать, к сожалению или к счастью. Критикуют наш внешний вид и те темы, которые мы обсуждаем, и те фильмы, которые рекомендуют детский сеанс, к семейному просмотру. И те тематики, которые мы обсуждаем, которые присылают нам наши же зрители, и мы с большим удовольствием эти темы раскрываем. Поэтому мне кажется, что то, что происходит здесь, это есть само по себе позитив, даже если мы пытаемся что-то покритиковать. в принципе. Ну, а что тут сказать? Ну, друзья мои, поступайте в МГУ, не надо идти в МГУ. Там такая профессура, что, мам, не горюй. Есть немало замечательных вузов, совсем даже не хуже. Да, конечно. Ну, да. И если есть некоторые специалисты, которые говорят, нам не нужны умные, их мы знаем уже не одного. Не одного, да. Но, к счастью, существуют вузы технические, как с легкой руки Михаила Васильевича Ломоносова и, может, собственных ньютонов и быстрых разумов. Платонов, да, земля российская. Поэтому мне кажется, что все вот эти говорильщики, Иваны, не помнящие своего родства, это не более чем на потребу времени как-то вот там подыграть блогеру, как-то поддержать миллион подписчиков, что-то там сделать еще. Но, насколько это может быть серьезным, реалии времени покажет время. Без сомнений. Прекрасно. Вот, уважаемые телезрители, пишите, оставляйте свои комментарии. Кстати, да, нас критикуют, но все равно соотношение лайков-дизлайков где-то в среднем 150 к одному в плюс нам с вами. 150 плюс карму, да. Поэтому, пожалуйста, мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. На этой позитивной ноте, Саш, я прощаюсь с вами. Спасибо большое. И прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Всего доброго и смотрим кино. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok